Готовиться к нововведениям сочинцам по большому счету не придется. Схема, которая в ближайшие дни заработает на курортном проспекте, в Сочи уже действовала во время Олимпийских игр. Итак, по главной артерии города можно будет двигаться только в сторону гостиницы «Москва». Остальные две полосы предназначены для движения автобусов. На них вместо Олимпийских колец появится буква «А». Такая схема будет действовать от Мацесты до Стеллы Михаила Архангела. На улице Горького также по одной полосе в каждую сторону переведут в статус выделенных для автобусов. Схема разработана администрацией города. Ее уже подписали в управлении МВД края. И сейчас она находится на утверждении у собственника дороги – Управления федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю. Там заверили, как только начальник управления утвердит схему, об этом сразу оповестят все средства массовой информации. Но, по словам Алексея Смоглюка, на утверждение потребуется около двух дней. Так что, по идее, до конца недели новая разметка уже должна появиться на трассе. Это создаст, соответственно, приоритет движения общественного транспорта, привлекательность, снизит нагрузку на уличную дорожную сеть, перераспределив ее тем самым на открытый и введенную эксплуатацию уже дублер курортного проспекта. А вот в Адлере схема движения на дорогах возвращается к доолимпийской, то есть выделенных полос там не будет. Еще одно нововведение ждет пассажиров общественного транспорта. Это касается информации о движении автобусов. Электронное табло, которое во время зимних игр информировали о времени прихода автобуса, сейчас демонтированы. Многим сочинцам это нововведение пришлось, как говорится, не по душе. Ну, вы знаете, вообще вопрос очевиден. Нам нетрудно, мы местные люди, нам нетрудно. Но отдыхающим, конечно, будет сложнее. Мезусловно, надо было бы оставить. Как оказалось, обслуживание этой системы удовольствие не из дешевых. В городе сейчас лишних денег на это нет, говорят в администрации. Поэтому было принято решение вернуться к ГОСТовским желтым табличкам. Конечно, выглядят они не так респектабельно, как электронное табло, но, как заверили в управлении транспорта города, как только утвердят новое расписание движения автобусов, а сейчас как раз идет мониторинг маршрутов, таблички на остановках заменят на единый информационный плакат. Он гармонично впишется в дизайн новых остановочных комплексов. Насколько все изменения в работе общественного транспорта будут удобны, не только сочинцы, но и отдыхающие смогут оценить уже к началу курортного сезона. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.